Всем добрый день! Сегодня покажу два простых упражнения с бутылочкой, которые будут являться тренажером для мышц нашего лица. Я прекрасно отдаю отчет и прекрасно понимаю, что многие женщины не делают гимнастику для лица, но все-таки им хочется преобразиться. Поэтому я вам покажу небольшое ощущение, как можно заменить некоторые упражнения с гимнастикой для лица с помощью вот такой вот бутылочки. Нам понадобится пустая пластиковая бутылка объемом не более чем пол-литра. Есть там 300 мл, но главное, что не более чем пол-литра. По мере того, как вы осваиваете упражнения и вам очень легко они даются, вы можете наливать небольшое количество воды в бутылку, тогда она, вода, уже будет служить как усилитель для нашего упражнения. Так вот, мы с вами сегодня будем корректировать возрастные изменения в области щек. То есть мы будем прорабатывать область щек и скуловую мышцу. Что нам это даст? Мы, во-первых, смоделируем обол лица, сделаем более впавшими наши щечки по возможности. Это один момент. Второй момент, можно сказать, что это упражнение прокачивает скулы и вот как бы моделирует эту часть лица. Но я, например, с учетом своего старшего 40-летнего возраста, да, ценю это упражнение, эти два упражнения, за то, что они помогают сгладить возрастные изменения в зоне носогубной складки. А именно, носогубная морщина приподнимает уголок губ и решает проблемы в области щек. А именно, ну я же сказала, делают их более такими впавшими, но еще и разглаживают морщины в области щек и разглаживают морщины, вот здесь вот бывают такие вертикальные морщины в области уха. Поэтому мы с вами сделаем два вот этих самых упражнения. Итак, про бутылку я сказала. Пустая пластиковая бутылка, естественно чистая, потому что мы горлышко будем обхватывать своими губами. Дальше, обязательно, чтобы у вас была крышечка, иначе вот эта самая резьба на бутылке, она может травмировать слизистую ваших губ. Наша задача, бутылку обхватить своими губами в горизонтальном положении, то есть мы голову наклоняем. После этого мы бутылку поднимаем, удерживаем одними губами, это очень важно. Зубы у нас, вообще челюсти в этом процессе не участвуют, они только при открытой. Как только вы чувствуете, что у вас крышечка начинает упираться в верхний ряд зубов, вы упражнения прекращаете. Потому что, во-первых, само упражнение, нагрузка на мышцы сводится к нулю, во-вторых, у вас получаются заломы в области нижней губы. Это нам не нужно, то есть мы, наоборот, от морщины избавляемся, а тут мы будем провоцировать. И ваша задача, вот так вот удерживать бутылку, так, чтобы она была параллельно полу. Как только у вас бутылка начинает вибрировать, ходить ходуном, это тоже один из признаков того, что ваши мышцы лица устали и достаточно на сегодня. Так вот, поначалу вы можете удерживать бутылку 10-15 секунд, и этого вполне достаточно. И удерживать до минуты, до двух, до трех. То есть я вам, естественно, показывать не буду, но советую удерживать бутылку не больше трех минут, потому что можно ввести свои мышцы лица в такое состояние, как крепатура. Нам тоже этого не нужно. И старайтесь не запрокидывать голову, чтобы выравнивать бутылку. То есть как только бутылка у вас начинает ходить ходуном, или же нижняя часть вот эта резко опускается вниз, то это тоже признак того, что мышцы вашего лица уже устали и достаточно, то есть прекращаем это упражнение. Дальше постарайтесь удерживать бутылку так, чтобы у вас нигде не образовывались новые заломы. То есть старые есть, мы с ними боремся. Главное, чтобы у нас не образовывались новые заломы. Итак, показываю, как мы это дело делаем. Вот таким вот образом. Я думаю, вы уловили, да? Мне не задача перед вами 3 минуты стоять с этой бутылочкой. И теперь я показываю еще один вариант этого упражнения, но уже усложненный. И именно этот вариант у нас отвечает за прокачку скуловой мышцы и мышцы, и щечных мышц. Мы с вами будем отводить бутылочку одними губами из стороны в сторону. То есть фактически вот так вот, как если бы мы отводили губы. Хорошее упражнение для прокачки скуловой мышцы и щечных мышц. Но, когда мы с вами делаем его одними губами, мы с вами провоцируем заломы в той зоне, точнее на той стороне, куда мы отводим с вами губы. Нам это не нужно. А по мере того, когда мы удерживаем бутылку губами, мы мало того, что напрягаем, прорабатываем мышцы, мы еще и очень хорошо прорабатываем круговую мышцу рта. Итак, показываю. Я сделаю один подход, 10 отведений. То есть 1, 2, 3, 4, до 10. Вы, думаю, можете делать 2-3 подхода таких, но не более. Показываю. И достаточно. Я сделала чуть больше, но я вам показывала, да, как видно, как работают скуловые мышцы нашего лица. Так что вот такие простые, но невероятно эффективные упражнения, которые я бы сравнила, кто знает упражнение планка для тела, да, вот в принципе удержание бутылки губами, сродни вот такому упражнению планка. И обязательно после вот таких нагрузочных упражнений помолчите 5-10-15 минут. И если чувствуете напряжение в области мышц, то расслабьте. Как расслабляем? Или так, или выдыхаем через нижнюю губу. Но в следующем ролике я покажу, как с помощью бутылочки откорректировать такую проблему, как бульдужные щечки. И если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов, или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.